ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Одни ковры его чего стоят? Он коллекционер. Вот как? Да, питает слабость. Сыкнев, чтоб пополнить свою коллекцию, недавно продал материнское имение в Пермской губернии. Всю свою наличность он тратит на ковры и всегда без денег. Даже здесь, в Тифлисе, не устоял перед искушением. Любопытно. Да, граф. После похода в Персию, Надир Шах подарил царю Ираклию один из ковров великих моголов. С течением времени этот ковер уже украден и был куплен фирмой известного тифлийского негацанта Хаджи Саида. Хаджи Саид узнал о пристрастии полковника и сумел показать ему это поистине великое произведение искусства. Последницей была возлюбленная, Сехниева, мадемуазель де Лемье. Полковник был потрясен. За ковер запросили 30 тысяч. У Сехниева не оказалось и третьей этой суммы. Переговоры были отложены. Однако на другой день Сехниев все же купил ковер великих моголов. Мушни, неужели вы думаете, что обвинение в покупке краденого ковра может повредить такому сильному человеку, как полковник Сехниев? Не думаю. И, между прочим, я не ставлю перед собой цель чем-нибудь повредить Сехниеву. Да, не знаю. Что может дать эта возня с ковром? Уже дал Агроф. Полковник Сехниев. Получил от мадемуазель Жанет де Лемье 25 тысяч русских рублей. Полковник Сехниев. Невероятно. Полковник жандармерии. Заместитель шефа. Варенин. Крестник самого великого князя. 25 тысяч рублей от шпионки. Боже мой. Боже мой. Какой скандал. Это международный скандал. Что скажет его высочество? Мушни. Где вы взяли эту расписку? Мне ее передал Хаджи Саид. Монемазель де Лемье для пересылки информации в Вену пользуется его каналами связи. Вказки. Выдумки. Все, что творится вокруг Сехниева, инспирировано вами. Если и так, я все равно должен говорить, как говорю. Но, к сожалению, все обстоит именно так, как я говорю, граф. А вот как? А вы сами встречались с этой Долемье? господин Зарандио, мне нужно знать абсолютно все. Ваше свидетельство, вы знаете ровно столько, сколько я, что касается уже случившегося. Могу довожить, что будет дальше. Если вы прикажете, я продолжу. Хорошо. Только без фантазий. Говорите. С удовольствием, граф. Вы имеете полное право сомневаться в моей откровенности, но не имеете основания сомневаться в моей преданности. У людей иногда появляются качества, которых раньше мы за ними не замечали. Продолжайте. Будут ликвидированы резидентуры Австро-Венгрии и Турции. Мадемуазель Долемье и Хаджи Саид станут нашими агентами в Вене и Стамбуле. Подаст в отставку полковник Сехниев. И о подлинной причине его отставки не будет знать никто. Кроме нас двоих ваше средство. Когда тебя долго нет со мной, я молю Бога, Господи, приведи ко мне моего дотону. А когда ты приходишь, я забываю Бога и никого, кроме тебя, не вижу. Обниму тебя. Сразу возвращается ко мне Бог. И я боюсь дотона. все думая о сыне, о его судьбе. Большой стал, все понимает. Когда мне передают, что ты собираешься прийти, я его посылаю к сестре в Саквеле. Не хочешь ты, чтоб сын тебя любил. Кому недорога любовь, сын. Но для него лучше, чтобы он не знал правды. Привяжется сын ко мне, меня убьют или сошлют в Сибирь. Ожесточится его сердце. А сын человек жалок, он хуже мертвого. Пойми, ребенку нужен отец. Должен он кого-то любить. Верно, должен. Пусть он любит нашу землю, людей, свою мать. память об отце и доброту. Я много думал, бичуни. Пускай он считает отцом того, чьи им носят и чьим сыном считают его люди. окружай дом. Живее, живее, растяпы. Окружай! Вон здесь. Не уйдет. Швандираты, обходи справа. За мной. За мной. Да ты туда же я. Мне известно, что ты здесь. Лучше своей войне сдавайся, если не хочешь, чтобы тебя повесили. я не смотрю на вас. Обыскать, старайтесь. Бичуни! Бичуни, потаскушка! Выходи своего любовника! Никандра Килия. Лучше быть любовницей дата Туташья, чем законной женой такой свиньи, как ты. Кто же это обманул тебя? Веди в дом свою банду, никого там нет. Не смей! Это кто? А! Не смей! 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 Это насилие, как ты смеешь! Убирайся отсюда! Ай! Погодите! Помогите! Чем дело? Никандра Батона, баба, храпается. Как ты смеешь, племейня, княжна Орвельяне? А вы обязаны защитить меня, как офицеры пустила. Да ну, ваше сердце, вы должны пустить нас. Господин офицер, я в таком виде, я буду жаловаться господину губернатору. Я беззащитная женщина, вы обязаны защитить меня. Да ну, ваше сердце, это не бандиты. Бандиты? Нет, нет, господин офицер, господин офицер, я боюсь ужасно. Господин офицер, спасите меня, умоляю вас, я знаю, они могут войти через окно, я знаю, они могут войти через окно. Господин офицер, помогите мне, помогите женщине благородного происхождения, я умоляю вас, господин офицер, помогите мне. Пожалуйста, господин офицер, я прошу вас. Господин офицер! О, в доме наверняка его нет, черт возьми. Княжная Арбеляня, агент Дорандия. Чердак осмотреть! Чердак! Боже мой, как обе пугалось. Если бы вы действительно испугались, вы не вели бы себя так естественно. Мужчина так играть не способен. Да и редкой женщине это под силу. Тут нужна ваша смелость. А ведь я думал, что вы работаете на полицию. Извините. До свидания. Спасибо, Княжна. Садитесь, господин Заранди. Пусть постоит. Слушаюсь, господин полковник. Господин Заранди, как вы объясните то, что после проведенной мной вербовки, ваш двоюродный брат, Туташья, снова стал обрагом. Я всегда знал, господин полковник, что Туташья, даже примиренный не будет работать с нами. Ну а то, что он вернулся к своему прошлому, прошу прощения, это, на мой взгляд, результат проведенной вами так называемой вербовки, господин полковник. Ах, так называемый. Его сиятельство предупреждал, что ваши планы почвы под собой не имеют. Я, в свою очередь, и в Петербурге, и здесь докладывал о том же. После вашей встречи с Туташья, полицемейстер Никандра Кирия сказал вам, что расписка и согласие сотрудничать с нами не более как уловка. Вы этого не учли. И вот результат. Как известно, я иду в бой с открытым забралом. А посему предупреждаю. У меня есть все материалы, чтобы возбудить против вас дело о злоупотреблении служебным положением, в личных интересах, что выражается в покровительстве двоюродному брату. А кроме того, еще вы повинны в интригах против вышестоящего должностного лица. Не сомневаюсь, что это вы посоветовали своему кузену забыть о расписке. Он не стал с нами сотрудничать. Этим вы хотели показать мою беспомощность и некомпетентность. Что это? Если позволите, я доложу ваше седство. Первый лист дела содержит список государственных, политических, уголовных и нравственных преступлений, совершенных полковником жандармерии господином Сехниевым. Остальные 183 листа – документальные данные. Вы сошли с ума, господин Заранди. Разрешите продолжать ваше седство? Это обвинительное заключение, в котором говорится о нравственных преступлениях полковника Сехниева. О его связях с женщинами легкого поведения в Петербурге и в Москве. И об откровенном сожительстве здесь, в Тифлисе, с мадемуазель Делямье. Показания этих дам и фотографии. Так поступает родовитый семейный человек. Очаровательно. Оказывается, ко всем прочим достоинствам вы еще и мелкий сплетник заранее. Далее скупка краденных вещей. Господин полковник, этот замечательный персидский ковер не попал в Петербург. Он конфискован нами и возвращен законному владельцу. Краденных? Я, право, не имел представления. Далее идет профессиональная невежественность, небрежное отношение к своим служебным обязанностям. Здесь таких документов много. Какую квалификацию даст военно-полевой суд остальным преступлениям, как он их назовет, сказать не могу. Какие? Какие преступления? Вы, господин полковник, состояли в любовной связи с австро-венгерской шпионкой мадемуазель Делемье. Вы передали ей прокламации доцента Микеладзе для фотографирования. Преступление было совершено в номере гостиницы Аполло. Вы помешали агентам контрразведки арестовать эту особу, когда она собиралась сесть в поезд. После чего вы помогли ей бежать в Вену. За все эти услуги вы получили от нее 25 тысяч рублей. Вот расписка. Эти бумаги у меня имеются в двух экземплярах. Один я вручу вам, другой министру внутренних дел, если вы не согласитесь немедленно подать в отставку. Что происходит, ваше святество? Вы только берете и ничего не даете взамен, полковник. Вы полностью преданы только своей персоне. Вы ни в кого и ни во что не верите. А вера это то, на чем основывается могущество империи. Боже, Боже. Что бы вы сделали на моем месте, господин Зарандия? Покончил бы с собой. Но вы этого не сможете. Посему подавайте прошение об отставке. И одновременно рапорт, что вас перевели на Кавказ начальником управления местозаключением. Ведь вы когда-то были грузином. А грузины, в конце концов, возвращаются на свою землю. Ну, разумеется, в большинстве случаев. О, Боже мой. Боже. Сыночек мой. Продолжение следует. Ты больше изменился, брат, чем я предполагал. Рад, что у тебя все хорошо. Обо мне не беспокойся. О, господи, господи, да чего ж, тоже ли дети мои? Довольно, довольная. Тише, тише. Соседи услышат, прибегут, не дай бог подумают, беда у нас в зоне. Иди, иди. Дети мои, дети мои. Тише, тише. Тише. Да поможет нам Бог. Аминь. Я вижу, ты изменил своей манере приходить на свидание. Явился вовремя. Пока ты не заслужил от меня оскорбления. Не понимаю. Ты назначил время, я пришел. Положился на слово брата. Если бы я явился с опозданием или выслеживал тебя возле дома, это бы значило, что я тебе не доверяю. Но кто-нибудь мог воспользоваться моим именем, устроить ловушку? Что тогда? Между нами отец был посредником. Кроме него никто не знал о нашем уговоре. Кто же в таком случае мог устроить мне ловушку? Случай. К этому я готов всегда. Где твое оружие, да? Кроме этого, с собой ничего нет. Остальное спрятано. Собственно говоря, зачем мне быть в полном вооружении? Что бы ты обо мне подумал? Я могу думать все, что мне угодно. Ты все-таки пришел с оружием? Считай, что у меня такая привычка. Я действительно не могу быть совсем безоружным. А что у тебя там? Наган. Интересно взглянуть, покажи. У тебя стали нервы пошаривать. Да, брат, нехорошо. В твоем возрасте вроде рановато. В чем дело? Пусть сам скажет. Значит, ты так поддался страху смерти, что способен на самоубийство. Мне горько это слышать, да-то, сын мой. Что? Что ты имел в виду? Ты же сказал. Случай. Успокойтесь, дети. Твоя смерть не будет только твоей смертью, дата. Муж не об этом знает. Значит, это позор и смерть для всей семьи нашей. Мама, если бы я сделал то, на что вы, дата, сочли меня способным, мне бы следовало покончить с собой, чтобы у вас не было такого сына и брата. Это не тот разговор. Род наш, значит, не вами и не вами кончится. Помните об этом всегда, дети мои. Мама, ни один из нас не совершит поступка позорящего семью. Хорошо, я больше не буду говорить. А я хочу сказать ему. Если муж не позовет тебя еще раз, и ты не поверишь в его братство, все-таки пойди. Но возьми с собой оружие и ускользни из ловушки. Если случится вероломство, ты это сумеешь. Скройся, чтоб тебя не нашли. А если увидишь, что брат готовит тебе смерть, не щади его. Но сделай так, чтобы ни один человек не узнал причины. Если в семье один из сыновей окажется под лицом, второй должен сделать все, чтобы позор его поглости не запятнал честь рода. Чтобы семья осталась чистой для будущих поколений. Чтоб в глазах людей мы не видели укора себе и насмешки над собой. Я учил вас обоих. У себя на родине ты должен быть посланником своей семьи. Вдали от отчизны посланником родины. Твои поступки здесь лицо твоей семьи. На чужбине же они лицо твоего народа. Вы сказали, отец, чтобы я шел к брату с оружием. Не будет ли это оскорблением нашему братству? Будет, конечно. Не торопись. Случай, говорит Мушни, но ведь может быть и не случай, правда? Все может быть. Представьте себе, я попал в такое положение, что мне уже не выкрутится. Люди обязательно скажут, брат брата послал на каторгу или там на веселицу. Как в таком случае поступить человеку? Человеку? С того момента, как тебе свяжут руки и все время, пока будут вести тебя к виселице, ты должен кричать, убеждать всех, брат ни при чем. Все подстроено врагами моего брата. Хорошо, отец, но где тогда место моему сердцу и моей воле хотя бы до того, как меня повесят? Тяжкий путь уготован тебе Господом Богом. Не находишь ты себе места. Стоит ли цель всей жизни таких мучений? Когда ты готовил пулю, ты думал только о себе, о последствиях ты не вспомнил. Махнул на них рукой. Значит, человек умереть не может, когда захочет. Братья, столько времени не виделись, и у вас нет добрых слов друг для друга. Это я виновата. Не научила вас любить друг друга. Наоборот, мама. Жизнь развела нас по таким дорогам, что другие на нашем месте давно бы уже стали кровными врагами. Скажи, зачем ты меня звал. Когда стемнеет, я уйду. Да, так лучше, пожалуй. Скажи, Дата, что ты намерен делать в будущем? Как жить? В монастырь собирается. Постык решил принять. Мать Ефимия пообещала пристроить ее где-нибудь в России. От того, что ты мне скажешь, муж не зависит, и мой ответ. В Петербург меня переводят, Дата. И большую должность предлагаю? Да, очень. Такую большую, что министром, конечно, я не буду, но влияние при дворе приобрету огромное. Стареют наши сыновья, Томар. У каждого свой путь. Теперь уже поздно их оплакивать. Мама, я смогу лучше выполнять свой долг перед вами. Чего ты ждешь от этой перемены? Чин тайного советника. Это, само собой, разумеется. Многого жду. Прежде всего, не сомневаюсь, что смогу приносить больше пользы своему отечеству. На такой должности можно сделать немало. Многие принимали высокую должность с такими же прекрасными намерениями. Но приняв ее, не выполнили ни одного из них, потому что на царской службе тебе придется делать не то, что тебе нравится, а только то, что на пользу я служу трону и во вред твоему народу. Вы ошибаетесь во мне, отец. Я служу трону, потому что пока лучшие перспективы для своего народа себе не представляю. От своей новой службы я чего-то жду и для себя. Мне удалось выполнить немало сложных дел. Но я человек, и хочу большего. Я должен знать, где он, предел моих возможностей. мне нужен простор. Что ж, это все правильно, Мушнино, мне кажется, тебе что-то мешает, скажи заодно и об этом. Понять легко. Один брата брак, другому представляется возможность получить высокий пост в Петербурге. Как это совместить? Продолжай. Дата много выслушал упреков. Все упрекали, но никто ничего не посоветовал. Кроме уважаемой матушки Ефимии. У меня есть одно предложение. Я согласовал его с министром внутренних дел. Дата явится в полицию. Его приговорят к нескольким годам тюремного заключения. Срок он будет отбывать в Грузии. Я беру на себя ответственность перед семьей, перед братом и перед своей совестью, что все будет именно так. Да, но... Прошу вас, отец. Не будем об этом говорить. Дата. Я даю тебе шесть месяцев на размышления. Если он примет предложение, я буду рад. Если нет, останемся друг для друга тем, кем были. Пусть будет так. Значит, вопрос исчерпан. Я подумаю, брат. Вырвенец. Да. Нет. Не буду��요. Искренность нашего братства, Мушни, дороже всего, что мы имеем. Ты прав. Соскарились Тамары Магали. Родные они мне, и не имею я права отравлять им остаток жизни. А тут еще людям покоя нет. Тем, кто помогает мне. Да и тем, кто до меня никакого касательства не имеет. Брату своему Мушни дороги я все перекрыл. Чтоб один брат Абрагом ходил, а другой в царедворце метил. Не получается так. И ты вот. От них всего ожидать можно. Вывезут за три девять земель и гудуни нашему по миру идти. Видишь, все одно к одному. Сдается мне сесть надо. Посижу в тюрьме, а там видно будет. Дат. Ну, ну, ну. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, что ж, друзья, давайте выпьем за счастливую дорогу, чтобы у нас все было хорошо. Будем здоровы. Сядь рядом с ним, там есть место. Не своди с ним глаз. КОНЕЦ 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 Так, это Цанубидзе, или как его там, который пришел в ваше село? Что он сказал? Он сказал, чтобы у дворян забирали именья. Забирали именья? А какие уходиусы, он оттолкил же в этом... Как он? На Машеве, с ума сойти! Вот идите и забирайте, если хватит тела. Пусть идут, и... Пусть сначала рабочие делают свое дело. Почему сначала рабочие? Да потому что им нечего терять. Теперь знаешь, как обстоит. Пашни они, конечно, хотят, а то как же. Но если бы поднес им их кто-нибудь, вот это было бы хорошо. Они совершат революцию. Часто два. Пусть скажут, сколько из земель Сордиона Цулукидзе дадут мне. Если мне понравится, пойду и подожгу усадьбу Сордиона Цулукидзе. Крестьянин я. И сегодняшнее яйцо предпочитаю завтрашней курицы. Потому и не годишься для революции. Что есть у тебя сегодняшнее яйцо? Люди жаждут свободы слова. Свободы слова. Что ты хочешь сказать, хотел бы я знать? А если есть что сказать, почему же ты молчишь? Правительство должно быть рабоче-христианским. Вот что главное. И эти бедняки будут заботиться о других бедняках, да? Позаботиться, а как же? Наивный ты. Вот живут богатые люди, и всего у них вдоволь. Даже излишки есть. Еще какие излишки? Так что же, они будут заботиться о бедняках? Так и твой бедняк. Сумеет для себя что-нибудь ухватить? Сразу же домой потащит. Так оно и будет, вот увидишь. Ты понял? В общем, так или иначе, лучше мучительный конец, чем бесконечные ужасы. Царизм должен пасть. Царизм должен пасть. Это ты хорошо сказал. Как же? Заснет сегодня ночью, а завтра не проснется. Слыхали, что творится в Тифлисе? А что такое? Большие антиправительственные выступления. О, дело дошло до солдата-казаков. Говорят, много жертв, тысячи людей арестованы и сосланы. А все большевики. Вы совершенно правы. Они фактически призывают народ к бессмысленному, неоправданному головоплодичию. Пролитая сегодня кровь, залог победы в будущих боях. Это неоспоримо. Оставьте. Кровь, пролитая за справедливое дело, на благо и счастье народа, никогда не окажется напрасной. Никогда. Бессмыслица. Вот, организуется Государственная Дума, и дадут свободу всем. Нет ничего хуже надеяться на кем-то дарованную свободу. А вы как думаете? Человек должен сам дать себе свободу. Здравствуй, дорогая. Наконец-то. Куда лезешь, дай людям сойти. Молодой человек, не спешите, успеете. Вот туда едем. Весь слева. Спасибо. Дойдете сами или проводите? Я хочу по городу пройтись, посмотреть, как там дела. А вы торопитесь? Нет. Я вижу, вы крепко ко мне привязаны. Приказ? Да. Какие у вас обязанности, позвольте спросить? Приказно оберегать вас. Мало ли, что может случиться. Кого-то очень беспокоит моя судьба. Моему начальству нужен юридический факт, что вы добровольно явились в жандармерию. Значит, не будем расставаться. Да, значит, не будем. Очень приятно. Да-то, здравствуй. Решил? Да, решил. Решение правильное. Открой! Восьмую камеру. Большое спасибо. Конечно, тяжело обезвление о том, что подойдет. Да, помилование я не рассчитываю, так что, не знаю как. Восьмую камеру. Субтитры создавал DimaTorzok Это наши, дальше Староста, два человека Махо привели, позвать не любит он этого, сам подойдет захочет Мы позовем, а там как уж ему будет угодно Махо Джан, здрасте, иди к нам, пожалуйста Потеснимся на здесь местечко А, Махо Джан Мне к вам идти, да? Да На трепье с вами в кости играть? Забивать себе голову вашей болтовнёй? Я не для вашей компании А место я себе и сам подберу А, сказал, не приставай А, я ж его знаю Где тебя устроить, Махо Джан? Иди, иди отсюда, делай свои дела Скажи этому дяде, чтобы освободил место К какому дяде Махо Джан? К тому, с бородой Войдите Извините, дяденька Сам Махо пожаловал Так что ищите себе другое место Что изволили сказать, кто пришел? Махо пришел, Махо Освободи место Махо Ах, Махо Очень приятно Простите, к моему стыду я его не знаю И потом мне самому нужно это место Как же нам быть? Спустись лучше, уважаемый А то я сам пожалую тебе в гости Милости просим Гость от Бога Освободи место Ну, освободи место Кому сказал Мальчик Ну-ка, дай-ка мне вещички Ну-ка, дай-ка мне вещь Разбойник Поднимайся, поднимайся Вставай Разбойник А ну, брось эту игрушку. Я сказал, брось, спускайся, поговорим. Забирайте своего, Махо, и уходите с мир. А если ты сам не сойдешь с места, мы стащим тебя. Тут аж ебают. Идем, идем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Может, воды выпьешь чего-то? Ну, почи. Спасибо тебе. Не обижайся, Дата. Много я слышал о твоей жизни. Одно хочу спросить у тебя. До каких пор ты собираешься бегать? И чтоб за тобой бегали. Кончил я бегать. Кончил? Вот выйдешь из тюрьмы. Что же дальше? Что же собираешься делать дальше? Что собираюсь делать? Буду ходить по свету и добром, и избавлять людей от зла. Добром? Ну, если те люди, творящие зло, враги твоих убеждений и твоего народа? Таких людей на земле, к сожалению, немало. И если всех считать врагами, то на одной стороне окажутся они, а на другой будешь только ты. Ну, допустим, ты будешь бороться с плохими людьми, допустим, даже победишь. Все равно они плодятся без конца. И вместо побежденных тобой появятся другие. Главное, надо очень точно разобраться, кто тебе враг, а кто друг. По мне, лучше простить десять недругов, чем незаслуженно наказать одного друга. Тупая ненависть в таких делах не помощник, так я думаю. Удивительный ты человек. Но я думаю, что ты ошибаешься. В чем ошибаешься? Люди, которые идут против тебя и твоего народа, это твои враги. И с ними надо поступать, как с врагами. Тогда ты будешь вместе с своим народом. И в этом будет твоя победа. Понятно? Понятно. Боги, сулата привезли, допустим. Боги, сулата привезли, допустим. Боги, сулата привезли, допустим. Как дела? Была очная ставка. С кем? Не знаю. Двое их и оба подтвердили, что во время нападения на типографию полицейских убили мы, я и какой-то неизвестный студент. По их описанию, это он. Я, конечно, от всего отказался, но моя внешность и вообще... Ты же у нас неотразимый красавица. Это известно. Да. Шутки шутками, а то ты даришь лице рукой подать. Если факты подтвердятся, повесят. Надо что-то придумать. Что-то надо придумать. Что тут теперь придумаешь? Нет, этого не будет. Одного полицейского убил я. А коли уж виселица, то и второго я возьму на себя. Тише ты. Тише. Надо что-то придумать, пока не поздно. Что делать? Да, пока не поздно. Надо рискнуть. Организовать побег. И не только для блоги и студента. Но и для Бадарьяна и остальных товарищей, которые находятся в камере смертников. Для этого надо захватить тюрьму. Именно. Да, ты и я успели изучить здешние порядки. Многое примечено. И кое-что можно сделать. Это будет не просто побег. Это будет тюремный бунт. Если нам удастся организовать восстание и захватить тюрьму, то нашему примеру последует и в других тюрьмах. А это означает, что революция продолжается, несмотря на свирепствующую реакцию и террор. Это же будет как динамит под царизм. Это раз. Только в этой тюрьме более четырех с половиной тысяч узников. И если в восстании примет активное участие, ну хотя бы половина, и то же самое произойдет в других тюрьмах, вы представляете, это же десятки тысяч новых бойцов, готовых к революционным боям. Это будет для них огромная школа. Это два. Ну и третье. Мы обязаны спасать революционеров от казни. Дело, товарищи, рискованное и опасное. Но, как говорится, овчинка выделки стоит. Есть и четвертое соображение. Скоро моему сыну десять лет исполнится. А я его только два раза видел. Всю жизнь провел в тюрьмах. Хочу еще раз его увидеть. А там... А там и умереть можно. На чистом воздухе. Под деревом. Взять этаж, пожалуй, можно. Ключи у надзирателя. Вот все остальные ключи, чтобы выбраться из тюрьмы, они же хранятся у коменданта. А комендант начинает свой обход после отбоя. Вот этим мы с вами и должны воспользоваться. Все продумано до мелочей. не один думал. А ну, выходи! Ну, давай, шевелись. Давай, ножками, ножками! Стопай! 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 Тороста! Десять человек в туалет! Стопай! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Говорит Третий пост Вечерний туалет окончен по расписанию Происшествий нет Слушаюсь Пошли к смертникам скорее Какой ключ ты Черт, беги Армен, Николай, выходи Быстро Все по местам Субтитры сделал DimaTorzok Ну-ка, ключики любят Че, 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 че Простей, скотину Армен, переодевайся Так Этот ключ от этой двери Этот от главного входа Этот от ворот Я остаюсь Руководить восстанием В вашем распоряжении Десять минут И в течение этого времени Мы берем этажи Выпускаем узников И Баррикадируемся Желаю успеха Я тоже пойду Как же ты пойдешь Да-да, иду И мне пора Засиделся я тут с вами А ты куда? Ну, у тебя же осталось всего восемь месяцев И после этого ты вольная птица Я всегда был воленом И теперь я человек свободный На волю я принесу больше пользы И вам И народу Ну, как знаешь До встречи Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok